Привет, друзья! Добро пожаловать на канал The Game of Books. Давно я не говорил эту фразу, так сказать. Возвращение блудного блогера. Меня где-то 7-8 месяцев не было на канале, но решил вернуться, воскресить его и активно начать вести. Скорее всего, таких полноценных роликов будет не так много, но будет много шортсов. Да и ролики поменяют, наверное, формат, потому что я теперь, можно сказать, сотрудник издательства. Все-таки ворвался туда, куда мечтал, хотел. И буду снимать какие-нибудь инсайдерские ролики, может, о ближайших планах, может, какие-то интервьюшки с авторами российскими и зарубежными. В общем, насчет форматов еще подумаю. Вот. Так что еще хотел сказать. Если не хотите меня потерять, то подписывайтесь на мой телеграм-канал «Вторая жизнь Гарри». Да, это отсылка к «Второй жизни Уве». Вот. Ссылку оставлю в описании. Там я более активен. Там появляются и анонсы новинок, и отзывы, и все-все-все остальное. Вот. Его я буду вести очень-очень активно. Ну, а YouTube уже как получится. У меня тут есть маленькая стопочка новинок. Я все уже показывать не буду. У меня за спиной, так сказать, библиотека 2.0. Теперь я временно в связи с работой живу в Москве, поэтому всю свою старую огромную библиотеку пока пришлось оставить в Волгограде. И буду работать, так сказать, на два фронта. И здесь взрастил новую сокровищницу. Новинок уже огромное количество, но их вы можете уже найти в телеграм-канале. А здесь покажу последний, что у меня вот накопилось. Честно говоря, я даже от себя не ожидал, что на новом месте я с такой огромной скоростью тоже соберу очень много полок. Чтобы вы понимали, за полгода у меня тут уже появилось 9 стеллажей. Ну, больше половины из них, естественно, пустые, и все стоит в один ряд, но все же 9 стеллажей. Это есть к чему стремиться, чтобы их забить. Ладно, не буду больше вас томить. Остальное все будет постепенно. Про все форматы и тому подобное. Вот, раз уж в голову пришла идея, решил спонтанно сесть, включить камеру и начать снимать. Не зря же я эту камеру купил. Надо начать ею уже пользоваться. И первая книга, с которой я хочу начать, это Макс Фальк в Дребезге. Долгожданная для многих книга, так же, как и для меня. Полгода за нее бились, потому что здесь есть проблемы в тексте, которые юристы не пропустили. И да, тут какая-то небольшая часть, чтобы вы понимали, всего 3% текста у нас будет вот таким вот образом замазано. То есть, чтобы не вырезать из книги эти отрывки, решили как будто вот, знаете, маркером перечеркнуть. Многим это не нравится, но другого варианта не было, чтобы издать книгу. Поэтому я считаю, что в нынешних реалиях, в которых мы живем, это очень такой правильный, наверное, способ был хотя бы донести до читателей эту историю. Возможно, когда-нибудь, когда у нас законы начнут работать совершенно по-другому, мы увидим переиздание уже с полным текстом. Но об этом пока говорить рано. В первом тираже каждый покупатель получит в подарок открытку. И вот, посмотрите, какие тут. Вот, Forzaids. Так, и Nuxets. У нас тут мягкий переплет, Европокет. Бумага достаточно хорошая. В общем, мне очень нравится. Что касается истории, хоть я и читал, да, больше где-то полугода назад, но она мне понравилась. Поначалу не нравилась, потому что она слишком была пошлой. Чтобы вы понимали, я на следующий день приехал в офис, подошел к сотруднице, которая мне это скинула, и сказал, что это за гей-порно я читаю. Отрывки я читал некоторые в метро, и это было так, мягко говоря, немножко стыдно. Я думал, не дай бог, кто-нибудь заглянет мне в электронку и увидит хотя бы кусочек текста того, что я читаю. Пошлятина тут достаточно, я бы сказал, нелитературным языком описана. Собственно, наверное, поэтому юристы предпочли это все замазать. Вот. Но если говорить в целом о книге, то она мне понравилась. Все, про эту книгу подробнее чуть расскажу в обзоре. И вторая книга, это, кстати, серия будет называться Оригинал. Ян Кэтл. Вот. Вторая книга, это Цветы в пустоте. Вот такая вот тоже, не сказать, что прям очень красивая, но довольно интересная обложка. У нас здесь тоже, по-моему, есть Кверлиния. Эту книгу я не читал, хотя мне предлагали в электронном формате, но времени не было, поэтому уже буду оценивать в бумаге. Но смотрится, конечно, все это на полке очень-очень красиво. Третья книга выйдет уже совсем скоро в ноябре. Это Гойда. И четвертая книга, мне кажется, либо в конце ноября, либо в начале декабря. Люди сами себя калечат. Вот ее я читал. Мне она довольно понравилась. Там история ЖЖ. Вот. Мой отзыв будет на Форзице. Или на Акзице. Или на четвертой стороне. В общем, доживем, увидим. Также продолжаю собирать серию Агаты Кристи в авторской серии. И до сих пор жалею о том, что в свое время не купила эти книги, когда они стоили по 300 рублей. Где-то, по-моему, это даже максимум по 300 рублей. Можно было за 250 даже, наверное, урвать. А сейчас ценник 675 рублей в Читай-городе. Так как большинство книг из этой серии в интернет-магазинах не заказать, я бегу по офлайн-магазинам Читай-городов и ищу. Вот Рождество Эркюля Пуаро, например, редкостью трудно найти. А Тайна Голубого Поезда, она не так давно вышла, поэтому еще более-менее можно заказать даже онлайн. Коллекцию, в общем, продолжаю собирать. Следующие две новинки это Ретро-Детективы Лиза Лосева, Правый берег Егора Лисицы и Черный чемоданчик Егора Лисицы. Такая большая серия будет про суд медэксперта. Первую книгу я читал. В принципе, мне понравилась. Достаточно сложная книга, но интересная, скажем так. У меня есть в записи интервью с автором, я думаю, оно в следующем будет на канале. Вот, можете посмотреть и решить, надо ли вам читать или нет. Следующая новинка, мимо которой я просто не мог пройти, это переиздание Федора Достоевского «Преступление и наказание» вот в такой вот серии. Да, это называется наеб 21 века, когда делают обложку абсолютно отдаленную от содержания. У нас тут красивая барышня с большими грудями, пистолетом и на мотоцикле. Вряд ли это Раскольников у нас тут, топорик вот такой вот. Честно, похоже на Киберпанк, особенно вот учитывая, что сзади вот. Но выглядит красиво. Мне кажется, для такого, я не знаю, подарочного издания просто иметь себе в коллекцию такую книгу обязательно надо. Тираж всего 5000, вряд ли будут в топы, поэтому если хотите себе эту красоту иметь, то покупайте. Книга идет в пленке, потому что внутри есть подарок. Закладка с QR-кодом на прослушивание бесплатно аудиокниги, что тоже довольно мило. Бумага здесь хорошая, претензий никаких нет, издание довольно качественное. Ну и последние две новинки, это попкорн. Чего ждет Кейт? Вообще ничего про эту книгу не знаю. Она прям супер новинка. Я ее увидел на полке, взял и все, и купил. Пусть будет. А следующая книга, это Девушка из Дании. Я смотрел экранизацию, фильм мне очень понравился, поэтому я книгу ждал. Несколько раз видел ее в магазине, но она была с помятым корешком, и поэтому я проходил мимо. Заказывать в интернет-магазине как-то, не знаю, времени находилось. Там у меня корзина и так уже лопается от количества книг желанных, потому что я ее, по крайней мере, в ближайшее время читать не планировал, но для коллекции купить точно хотел. И вот увидел, нашел, приобрел. Очень нравится, очень доволен. Отправляется на полку, и тут уже буду собирать отдельную полку книг по корну. Вот, по новинкам это все. Сказать вроде больше нечего. Все самое важное сказал. Спасибо, что вы еще здесь. Хоть блог и умер, но я вижу, что вы еще тут остаетесь, не отписывайтесь. Вот. И еще расскажу, что подписывайтесь на телеграм-канал, там будет больше актива. На этом у меня все. Всем спасибо, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok